Здравствуйте! В студии Анна Туполева. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях экономики Донского региона. Итак, сегодня в программе. Выращивать и продавать. Решить проблемы со сбытом сельхозпродукции поможет потребкооперация. В бюджетные миллиарды нам идеален. Ростов вошел в список семи городов, которые получат федеральные деньги уже в этом году. Кудой мир – лучшее бизнес-сообщество региона выбирает медиацию. Финансовый дефицит мешает развитию сельхозпотребкооперации. Пришло время и на Дону создать специальный гарантийный фонд. Такие структуры уже работают в Краснодаре и Волгограде. Об этом на заседании правительства рассказал заместитель губернатора Вячеслав Василенко. Сейчас в регионе работают 540 тысяч личных подсобных хозяйств и 12 тысяч крестьянско-фермерских. Их доля – 45% производства мяса, 80% молока и овощей. Однако со сбытом продукции проблемы их можно решить с помощью оптово-логистических центров. Так, в Германии и Франции на оптовой рынке, принадлежащей кооперативным объединениям, сельхозпроизводителей приходится примерно 60% объема поставок свежей сельхозпродукции. В России опыт создания на базе кооперации оптовых распределительных центров умеет Астраханская, Новгородская и Смоленская области. В Нанском регионе ежегодно выделяется 15 миллионов рублей на развитие сельхозкооперации. При поддержке правительства в области оказано содействие в создании трех оптово-логистических центров на базе сельскохозяйственных кооперативов в Агайском районе. Общая площадь единовременного хранения на полутора тысяч тонн овощей в Белоколитинском районе. Общая площадь единовременного хранения на 2,5 тысяч тонн овощей в Сарском районе. Производственная база консервного цеха на 5 миллионов условных ванных консервной овощей и 1 тысяч тонн засолочной продукции. Общая затрата на создание указанных производственных объектов в составе 119 миллионов рублей. За последние два года эти предприятия увеличили объем заготовок почти вдвое. В списке поставщиков три сотни крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. В сельской местности было создано 50 новых рабочих мест. Донской регион получит часть федеральных средств на строительство нового футбольного стадиона уже в этом году. Российский премьер Дмитрий Медведев распорядился выделить порядка 3 миллиардов бюджетных рублей на строительство и реконструкцию спортивных объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Ростовская область в числе семи регионов, которые получат эти деньги. В распоряжении, опубликованном на сайте правительства страны, говорится, что средства предназначены для проведения проектно-изыскательных работ. Напомню, из федерального бюджета Донскому региону обещают профинансировать строительство стадионов и спортивных баз, а также аэропорты Южный. Все остальные объекты будут построены на деньги области. Другие новости экономики Дона коротко в информационном дайджесте. Более 38 миллиардов рублей инвестиций привлекли в Ростовскую область крупные донские компании за 5 месяцев 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития. Кроме того, до конца года в области завершится реализация 12 инвестпроектов общей стоимостью почти 33,5 миллиардов рублей. В их числе комплекс по выращиванию и переработке мяса утки компании «Донстар», домостроительный комбинат «Ирдон», тепличный комплекс в Никлиновском районе, торгово-развлекательный центр в Таганроге. Донские парламентарии добились для рыбхозов отмены платы за забор воды. В частности, они инициировали поправку в 11 статью Водного кодекса, согласно которой рыбхозы освобождаются от платы за забор воды из водоемов федерального значения. В Ростовской области, несмотря на то, что вода, использованная рыбоводными хозяйствами, возвращалась в Дон, плата за использование водных ресурсов резко увеличивала себестоимость выращивания рыбы, вследствие чего ее производство становилось экономически нецелесообразным. Изменение вступит в силу с 1 января 2014 года, что, по мнению парламентариев, позволит предприятиям аквакультуры развиваться более динамично. В сентябре станет известно, кто будет строить дублер Ворошиловского моста. Власти Донской столицы объявили конкурс на выбор подрядчика, перед которым стоит задача возвести новый мост с тремя полосами движения, примерно в полутора метрах выше по течению от существующего. Работы должны быть закончены к декабрю 2017 года. После этого один из переходов будет работать на въезд, а другой – на выезд из города. Пропускная способность нового моста будет составлять 80 тысяч автомобилей в сутки, то есть почти вдвое больше, чем пропускает сегодня Ворошиловский. Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов рублей. В предпринимательской среде растет интерес к медиации и возможности решать спор вне суда. В Донском регионе Институт Провсредников начал формироваться несколько лет назад. В процессе принимали участие Торгово-промышленная палата и Арбитражный суд Ростовской области. Спрос на эту услугу растет, так как работает федеральный закон. Подробности далее в нашей программе. Закон о медиации был принят еще в 2011 году. Тогда же в Ростовском арбитражном суде было утверждено первое в России медиативное соглашение. Интерес к медиации не утихает в самых разных сферах и отраслях экономики. Однако до сих пор у предпринимателей возникает ряд вопросов по поводу организации процесса. На какой стадии конфликта можно обратиться за помощью к посреднику и какова процедура оформления документов и гарантии будущего примирения. По закону стороны могут обратиться к посреднику как до обращения в суд, так и уже в судебном процессе. Существует мнение, что медиация может использоваться недобросовестными сторонами для затягивания судебного процесса. От таких последствий есть гарантии. Медиатор обязан прекратить процедуру в тот же момент, когда видит, что спорящие стороны не намерены договариваться. Однако чаще всего медиация используется до суда. Например, когда в структуре крупного холдинга полный разлад и конфликт интересов. Уладить конфликт поможет специально обученный человек-медиатор. Как правило, в роли посредников выступают юристы с большим жизненным опытом. Примирение невозможно без объективной оценки сложившейся ситуации со стороны. Посредник обязан сохранить всю полученную информацию в тайне, и потому он имеет возможность изучить все подводные камни конфликта. Главный плюс медиации – экономия времени и денег. Решение в судах может выноситься в течение двух лет, а в процессе медиации это максимум три недели. При этом стоимость процедуры является фиксированной. Мария Индрикова, Юрий Санкин. Главное – бизнес.